Оля Комарова Есть возможность здесь выступить. Ой, замечательно. Ёжи, кстати, у меня в детстве жили ёжики. Да, я знаю, это прям чудесно. Нормально? Хорошо. Слышно меня, да? Я у вас здесь первый раз. У вас такая дружелюбная атмосфера. Я поздравляю всех с Международным днём поиска смысла. В честь такого философского дня я подобрала совершенно нефилософские стихотворения. Не знаю, чем я руководствовалась. Ну, вот так. Первое стихотворение я хочу посвятить одному из своих любимых животных. Кошка Кошка Она разумная Даже очень Даже когда мяукает днём и ночью Даже когда ведёт себя, как попало Всё потому, что суть всех вещей познала Счастье приносит тот, чьи колени тёплые Если не лезть под дождь, то не будешь мокрый Если подольше спать на окне открытом Можно и не узнать о проблемах с бытом Можно забиться в шкаф, когда станет грустно И не терять себя среди фраз искусных Нужно мурчать тогда, когда очень хочется Можно любить компанию и одиночество А если сидеть весь день и глядеться в стену Можно за раз пройти все ступени дзена Бегать по всем углам, с пустотой играя Можно в любой момент, эта кошка знает А если же всё не так и играть не хочется Кошка поднимет хвост и покинет общество Кошку не убедить и нельзя заставить Кошка сама всегда всё прекрасно знает Ей хорошо с собой, далеки проблемы И безразлично всё, в чём царит система Кошка себе верна и живёт как хочет Кошка, она разумная, даже очень Благодарю Следующее стихотворение основано на реальных событиях Я посвящаю его тоже животному лосю Я думаю, здесь необходимо объяснить предысторию, чтобы вы поняли Когда-то несколько лет назад, зимой, мне в директ пришло видео На котором показано, как лось зашёл в какой-то далёкий город необъятной нашей родины И люди начали его обстреливать Что было в руках, кто-то снежками кидает, кто-то картошкой, водой поливали И прям крупным планом есть видео Знаете, из подъезда выходит такая женщина Она держит в руках кота Ну, видимо, своего любимого, Ваську, я не знаю Поворачивается Видит лося и кидает кошку в лося Знаете, моя жизнь после этого видео разделилась до и после Я не знаю, как можно остаться прежним человеком, посмотрев такое Во-первых, ну лось пришёл в город Он же, наверное, что-то искал, что-то хотел Может быть, любовь искал А тут люди так его встретили дружелюбно Это первое А во-вторых, это что нужно иметь в голове, чтобы догадаться, кота бросить в лося И третье Такие же люди могут быть и среди нас Я, знаете, после этого видео я стала аккуратнее проходить мимо подъезда Так вот идёшь, там бабушка сидит, ты ей здрасте, она тебе здрасте Отвернулась, она тебе ежа в затылок, на! Или там бобра под дверь подложила Ну, всякое же бывает В общем, ладно Лосю, зашедшему к людям в город, посвящается Добрый день, я лось Игнат Не предатель и не гад Я порядочный вполне Скромен и умён вдвойне Правда, есть один нюанс Я играю в преферанс Очень редко, иногда, когда чешутся рога Не заядлый я игрок, но всё ж в картах знаю толк Правда, есть одна проблема Нет компании примерной Ведь в лесу сплошной разбой Лисы воры, волк тупой Заяц вовсе никуда В общем, с обществом беда Так порой идёшь по лесу Ворон чёрный служит мессу Съев грибов, медведь чудной Возомнил себя пчелой А недавно старый филин Правда, он вполне мобилен Возомнил, что он буддист А бобёр наш нигилист С кем мне поиграть тогда, когда чешутся рога Ведь с компанией такой Всё закончится бедой Правда, есть один олень Но к нему идти мне лень Я подумал Раз тут мне нет компании в игре То пойду я в городок Люди в играх знают толк Там куда уж больше шансов Всех собрать для преферанса Но ступил ногой я в город Запихнули меня в короб Еле вырвался, сбежал Тут народец одичал Может, это не везенье Думал я в тупом забвенье И решил не отступать И других пошёл искать Вдалеке у карусели С пивом мужики сидели Подошёл я к ним тогда И вот тут стряслась беда Все из окон закричали Да, в конец тут одичали Из балкона Боже мой В меня брызнули водой Бросили свеклой, картошкой Кто-то даже кинул кошкой Плачут все Стучат, кричат И кидают, что хотят В мои бедные рога Я такого никогда не встречал В лесу дремучим Может, правда, был везучим Но подобных дикарей Нету даже средь зверей Здесь как будто ренессанс К чёрту этот преферанс Еле я унёс рога Не сложилась всё ж игра Больше к людям ни ногой Что за нравы Боже мой Загрустил Присел на пень Не задался как-то день Спасибо Благодарю, что вы аплодируете А то я сняла очки Я не вижу вашу реакцию Следующее стихотворение Тоже придётся начать с предисловия Потому что я его читаю От мужского лица И хочу объяснить Почему я это делаю Однажды У меня вдруг пришла в голову мысль Писать стихи на заказ Ну я смотрю Тут в Москве все такие успешные У одних бизнеса, у других Я думаю, ну что я могу Вот, ну, выложила Вот, пишу стихи на заказ У себя в паблике И тут мне, значит, прилетает сообщение Из какого-то далёкого города Или даже села Пишет мне парень Здравствуйте Я вот хочу у вас стихотворение заказать Вот я вот Вот там, ну, понимаете Ну, как бы там Ну, девушка мне нравится Вы можете как-нибудь так вот написать Чтобы она вот, ну, поняла всё Я говорю, ну, конечно, без проблем И вот спрашиваю Ну, да, расскажи мне там Про себя, там, про девушку Про ваши отношения Там, я же должна знать, что писать-то Он такой, ну, давайте без этого Вот, давайте без этого Я говорю, ну, как? Я же могу Я же не могу описать какую-то абстрактную девушку Какого-то абстрактного парня Давайте, мне нужны Мне нужны данные И тут началась наша полуторачасовая переписка Где я пыталась выудить из него Хоть какую-то информацию Я понимаю, если бы я задала вопрос девушке Там бы Мне бы пришёл ворох сообщений С описанием Ой, он такой Там так Я бы с ним Ах, я бы с ним мухнула С парнями посложнее, конечно И через полтора А я ехала в метро Как раз там Я с ним переписывалась И тут выхожу Понимаю, что, ну, какие-то данные есть В принципе, написать стихотворение можно Прохожу мимо кафе Захожу Беру кофе Сажусь за столик Пишу стихотворение Потом читаю это стихотворение И пишу ему Говорю, стих готов Но я его тебе не отдам Потому что я его уже от своего имени Во всех пабликах выложила Ну, как вы понимаете На этом мой стартап провалился Но я не грущу Возьмонавесом ложе С тонкого шелка тот соткан навес Розами благоухает Будто я умер И снова воскрес В самом зените рая На ложе том дева небесной красы В изящной эльфийской одежде Глаза изумруды, две длинных косы Хочу подойти, но прежде Арфу из воздуха я мастерю Чтобы в ночи играла И робко у ложа О том ей пою Что сердце мое украло Вдруг Она тихо подходит ко мне Стоит и глядит спокойно В глазах изумрудных Внутри, в глубине Из нежности пламя знойное Все хорошо, плавно руку тяну Чтобы ее коснуться Здесь она, рядом Сейчас обниму Но время велит проснуться Снова все утро я хмурой брожу Жду, когда ночь настанет Чтобы отдаться во власть миражу И возвратиться к даме Вдруг среди дня Я встречаю ее Ту, что все время снится В сердце вонзилось стрелы острие Видно, амур резвится Тот же спокойный Пронзительный взор Та же походка эльфа Словно красивый и тонкий узор В тихой и мрачной келье В памяти сон Вдруг исчезнет опять Нет, не бывать такому Счастье свое не посмею терять И не отдам другому Снилась ты мне Но мечтать я не смел Что наяву увижу Сильный мужчина А весь оробел Взором твоим Обездвижен Тысячи лиц окружают меня Нету до них мне дела Взор изумрудный С вкраплением огня Увидел Душа вскипела Рядом Ты здесь На тебя я смотрю Милая птица счастья Не знаешь меня Но тебя я люблю Теперь Все в твоей лишь Власти Аплодисменты